Продолжение следует... Я прошу прощения за то, что слайды на английском языке, но это позволяет и по-другому взглянуть на некоторые вещи. Вот понятие высшей нервной деятельности, мы выросли с ним, оно в нашей крови, и оно стало очень привычным. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы взглянули на это особое направление исследований мозга, физиологии мозга, подчеркнуто этим термином Иван Петрович Павлово, по-новому. Поэтому я переформулировал русскую версию названия таким образом. Высшие функции мозга – стрелка, когнитивные процессы. И продолжая вот этот формат попыток попробовать изменить некоторые из ваших представлений о мозге, я выношу следующие основные тезисы на обсуждение. Мы знаем сегодня, что каждая ДНК является генетической системой. Вот тезис моего выступления следующий, что каждый мозг биологических систем, обладающих нервной системой, центральной нервной системой, является когнитивной системой. Мы можем это сказать другими словами. Если мы знаем, что каждая макромолекула ДНК является геномом, и это не просто биохимическая молекула, то каждый мозг, согласно этому тезису, является когнитомом. И это не просто кусок нервной ткани набора биологических клеток. А дальше идут вызовы. Мы имеем сегодня ответ, полученный в блестящих исследованиях XX века, на вопрос, что такое генетическая система. То есть, что такое геном. Это означает, что у нас есть теория того, что такое ДНК, что такое геном, и каков его, если хотите, обращаясь к теме сегодняшнего семинара, это информационный потенциал. Но, строго говоря, мы не имеем сегодня удовлетворительного ответа на вопрос, что такое когнитивная система. Любая когнитивная система. Поэтому мы не можем построить адекватный искусственный интеллект. Так что мы не знаем вопроса о биологических когнитивных системах. И если следовать тезису выступления, это означает, что мы не имеем сегодня удовлетворительного ответа, содержательного глубокого ответа на вопрос, что такое мозг. Для этого нам нужна фундаментальная теория мозга. Мозга как не биологического органа, описываемого терминами морфологии, фундаментальной физиологии, а как когнитивной системы. То есть мозга на высшем уровне. Это и есть, мне кажется, идея и замысел Ивана Петровича Павлова, который он пытался воплотить на протяжении нескольких десятилетий своих упорных исследований. Мы работаем тоже над этим вопросом, продолжая в общем традиции многих поколений наших отечественных нейрофизиологов, физиологов Сеченова, Павлова, Арбели и других. И пользуемся рабочей моделью, которую мы называем гиперсетевая теория мозга. Ее основной вопрос, я вновь попытаюсь расшатать некоторые из традиционных терминов. Main question, главный вопрос, который сегодня стоит перед исследованием мозга, а с другой стороны перед исследованиями в любых сторонах когнитивной науки. Психологии, теории искусственного интеллекта, по сути дела, философии, аналитической философии, антропологии. Это вопрос о соотношении разума или психики, mind, и мозга. Mind and brain question. Main question. Двигаясь в сторону более эмпирических вопросов и пользуясь тем термином, который я представил вам на предыдущем слайде, это вопрос о том, как соотносится то, что мы сегодня знаем и активно развивается как коннектом, то есть схема, карта физических связей в мозге, либо структурных, либо функциональных, с нашим «я», с системой, которая является на высшем уровне организации мозга, субъективным опытом, когнитомом. Из-за того, что у меня мало времени, я буду пользоваться очень тезисными пунктами, и, может быть, будет время на вопросы. Гиперсетевая теория мозга отвечает на три принципиальных вопроса. Первый из них – что такое мозг? Теория говорит, и это достаточно хорошо принято в исследованиях мозга 19 века. То, что получилось сегодня название коннектома, было ясно с момента возникновения клеточной теории и замечательных исследований нейронатомов и гистологов 19 века, что каждый мозг может быть описан как нервная или нейронная сеть. То, что сегодня называется термином коннектом. Важно, что сеть. Следующая вещь менее тривиальна. Теория задается вопросом, что такое психика или разум. И принципиальный ответ здесь такой, что разум в теории рассматривается как структура. Слово «структура» очень важно. Это вещь. Это материальная вещь. Которая, может быть, теоретически для любой такой структуры, любой психики, животного, человека, описана тоже как сеть, которую и мы называем когнитомом. Почему это важно? Первое, это нарушает огромную традицию, идущую со времен Декарта и охватывающую разломом все западные исследования о том, что психика нематериальна. Вторая важная вещь, поскольку тезис заключается в том, что разум и психика – это сеть и структура, у нас появляется новая перспектива ответа на главный вопрос, как соотносится разум и мозг. Тогда это переходит в плоскость ответа на вопрос, как соотносятся две гомологичные по описанию структуры – одна сеть и другая сеть. То есть это вопрос соотношения двух структурных сетей. И принципиальный ответ, который дает гиперсетевая теория мозга и ее главное содержание – что психика и разум являются нейронной гиперсетью. Сетью, состоящую из элементов сети более нижнего уровня. Я сейчас попытаюсь это развернуть за короткое время. Таким образом, теория говорит, что любой разум, любая психика, любое наше «я» – это нейронная сеть, коннектом, организованная особым образом в гиперсеть. И мы должны понять, как эта организация возникает и как она устроена. Ну и следствие из этого, возвращаясь к первому тезису доклада, что каждый мозг организован как гиперсеть. И это ответ на вопрос, что это за когнитивная система. Это нейронная гиперсеть. На что у меня нет, безусловно, времени – это на описание математической теории гиперсетей. Я только хочу сказать, что мы, первое, сейчас активно работаем с математиками-топологами в этом направлении. Долгое время топологические вопросы в изучении мозга не рассматривались вообще. В последние 2-3 года стали возникать топологические исследования. Мы организовали семинар «Топология мозга», который мы ведем вместе с математиками Мехмата, МГУ и Высшей школы экономики. Принципиальная вещь здесь такая, что понятие сети достаточно хорошо известно. И сложные сети изучаются в биологических системах, в социальных системах, и мозг изучается как сложная сеть. Но сеть, как математическое понятие, имеет два ключевых недостатка. Первое, что по определению в любой сети вершины, элементы, связаны только попарно. Одна связана с другой. Нет более крупных объединений. И второе, что теория сетей не имеет математического формализма для описания более высоких свойств, возникающих у этой сети. Теория гиперсетей позволяет перейти от описания элементов к описанию и формально выраженному свойств систем из этих элементов. Для этого используется язык топологической алгебры, на которой у меня нет возможности, как я сказал, останавливаться. Но важно, что это составляет математическую сторону, если хотите, некоторых биологических принципов, прослеживающихся в организации нейронных сетей. И мы движемся в сторону и этого формализма, хотя он не является абсолютным для нейробиологических исследований высших функций мозга. Короткое описание гиперсетевой теории. Нейронная гиперсеть или когнитом представляет собой все знание, которым обладает тот или иной когнитивный агент, организм. Знание, я сразу же подчеркну, это информация. Знание – это запасенное биологическим объектом информации. И это роднит тему выступления с предметом сегодняшнего семинара. Соответственно, предметом теории, гиперсетевой теории мозга являются вопросы, как такая структура устроена. И мы знаем уже из наших исследований, что она устроена не так, как нервная сеть. Она имеет другую топологию, другую организацию. Там другие принципы. Как она функционирует? И это приближает нас к названию самого выступления. Как в ней протекают когнитивные процессы? И смысл заключается в том, что процессы текут по этой сети, по этой гиперсети. Есть эта гиперсеть в нейронной сети. В ней могут протекать высокоорганизованные процессы, которые мы называем в силу истории развития психологии эмоциями, волями, мышлением, языком и так далее, и так далее. Что складывалось в связи с потребностями человеческой практики. Но суть, что это процессы в этой гиперсети. Это некий трафик в этой сети. Представьте себе город, который организован в улице. Только когда у вас появляются улицы и переулки, там появляется организованный трафик. Психические процессы – это процессы, которые протекают в такой сети, организованной на основе нейронной сети. И ключевой вопрос, так же как вопрос в теории биологической эволюции. Откуда это берется? Как это возникает? И в нем есть три подвопроса. Как это возникает в эволюции? Как нейронные сети приобретают такую макроорганизацию более высокого уровня? Второй, как это происходит в индивидуальном развитии, когда вначале мы имеем лишь эмбриональные столовые клетки, которые дифференцируются, образуют нейронную сеть, но она не обладает еще когнитивными свойствами. Она не способна к поведению, она не способна к управлению организма, она не способна к накоплению знаний. Как в каждом из развивающихся организмов центральной нервной системы закономерно и повторяющейся складывается когнитивная гиперсеть? И третий увлекательный вопрос, безусловно, критический для всей философии. Как она обогащается в ходе индивидуального обучения? Как появляется индивидуальное «я» – субъект в этой гиперсети? Когда я говорил, что гиперсеть организована по-другому, чем нейронная сеть, я имел в виду, например, и следующее. В новорожденном мозге количество нейронов приблизительно такое же, как во взрослом мозге. Нейрогенеза, за исключением нескольких локальных участков, в мозге человека не происходит. Новые связи между клетками в ходе обучения, как правило, те, которые не связывали нейроны друг с другом, не образуются, за исключением некоторых случаев компенсации и так далее. Нейронная сеть есть и не растет. А гиперсеть начинается с очень небольшого количества узлов у новорожденного организма и приобретает громадный рост в ходе индивидуальной жизни, наполняясь индивидуальными узлами и индивидуальными связями, образуя уникальность этой гиперсети у каждого из когнитивных агентов. Как это происходит? Базисная единица в теории. Ког. Ког – это в английском языке элементарный объект, частичка более крупной системы. В теории ког имеет два смысла. Первое – это вершина в гиперсети. То есть это единица когнитивной сети, ее мельчайший элемент. С другой стороны, ког – это аббревиатура, которая означает два смысла – кооперативная группа или когнитивная группа, относящаяся к элементам физического слоя нейронной сети или коннектома, то есть к отдельным нервным клеткам. В большинстве случаев в сложноорганизованной системе коги действительно образуют кооперативные группы, то есть группы совместно работающих нервных клеток, но имеющих при этом новые высокоуровневые свойства. Любая сеть имеет два компонента. Первое из них я назвал – это узлы. А второе – это связи. Связи в гиперсети обозначаются как локи – links of cogs. Это тоже высокоуровневое понятие. Таким образом, весь индивидуальный опыт состоит из когов и локов, что вообще очень развивает и продолжает традиции Сеченова, который говорил о так называемых натуральных группах, синхронных совместно работающих клетках в центральной нервной системе. И, конечно, Ивана Петровича Павлова, который говорил о временных или ассоциативных связях как основе высшей функции мозга. У меня бы ушло на описание этого слайда все оставшееся время, которое у меня осталось 10 минут. Давайте я коротко скажу. Вот здесь обозначена одна кооперативная группа, состоящая из группы клеток. Очень важно, что она кодирует определенное знание. Это и является когнитивным уровнем, это знание. Это знание носит следующую характеристику. Вся эта группа клеток обладает определенным причинно-следственным потенциалом. Когда она активна в центральной нервной системе, то мозг этого когнитивного агента или этот агент ограничивает себя следующими вещами. Если эта группа активна, то окружающий мир организован не любым образом, а несколько ограниченным этой группой образом информацию, о чем несет эта группа. иначе говоря, она знает и вместе с ней несущий ее когнитивный агент что-то об окружающем мире. Он может быть не любым. То есть распределение вероятности состояния окружающего мира на шаге Т-1 за миллисекунды до того, как активировалась эта группа. Не любое произвольное ограничено этой группой. Это знание. И это причина, с одной стороны. С другой стороны, когда эта группа активна, она состоит из физиологически активных нервных клеток, это детерминирует активность организма и мозга на шаге Т-1. То есть она является причиной или эффектом для того, чтобы ограничить на шаге Т-1 состояние организма и его соотношение с окружающим миром. Когда активна эта группа клеток, то организм будет на шаге Т-1 делать не любое из пространства степеней свободы, которую он может осуществить, а ограниченное этой группой клеток. И таких групп в мозге огромное количество, они работают совместно. Поэтому на каждом шаге организм знает что-то о мире, детерминированное распределением активности этих групп. и делает что-то в соотношении с миром, детерминированное прошлым опытом, заложенным в этих группах. И вторая принципиальная вещь – это связи между ними. Я еще раз возвращаюсь к тезису, что гиперсети организованы не так, как нейронные сети. Если в нейронных сетях мы привыкли и от этого очень трудно отказаться, к идее, что связь между клетками – это отросток одной клетки, аксон, распространяющийся к другой клетке и передающийся сигнал к этой клетке, то есть это физическая связь между двумя элементами, то в гиперсетях связи образуются путем перекрытия общих элементов двух групп. То есть связь является не проводом между двумя элементами, а общим элементом, принадлежащим к первой и второй группе. Физически это тоже нервная клетка. Иначе говоря, ассоциации, связи в нервной системе – это группы тоже нейронов, где встречаются две когнитивные группы. Теория говорит о трех типах когнитивных групп. Нет времени на этом останавливаться. Важно то, что я уже сказал, что каждая из этих групп, альфа, пси, фи, является дуалом. То есть она имеет общее устройство. внизу конуса – это группа физических элементов нейронов, которые имеют реализационные свойства, дающие новое качество. Чтобы это не звучало совсем непривычно, мы знаем огромное количество дуалов в биологии. Вот один из них. вообще дуалы – это структуры, которые образуются на границе между двумя уровнями организации системы, если хотите, материи. Любой белок является аминокислотной последовательностью и может быть описан как набор аминокислот, входящих в этот белок. но совместно путем формирования третичных структур и комбинации этих структур он образует единицу, имеющую совершенно другие кавзальные свойства. Она может быть ферментом, она может быть ионным каналом, рецептором, взаимодействовать с другими высокоорганизованными элементами такого же биологического уровня. С одной стороны это аминокислоты, с другой стороны это объект с другим новым причинно действенным потенциалом. Он так же как и кок, когда вступает в взаимодействие, вступает на взаимодействие на более высоком уровне организации. Он работает как биологическая молекула с биологическими функциями. Точно так же и в когнитивных группах нейронах. они начинают обладать информацией несомой о более высоких соотношениях. Соотношениях, которые кодируют соотношение целого организма с окружающей средой. И некоторые элементы знания. Например, такие как дог, собака. Как я уже говорил, таким образом, у каждого кога есть некоторое знание и эта информация, хранящаяся в памяти, потому что эти группы составляют весь объем памяти организма. Они знают, что, то есть, иначе говоря, когда они активируются, организм знает, что было. И они знают, как. Когда они активируются, организм знает, как и что менять в своем поведении. Следующий короткий переход. Не могу рассказывать про это долго, но если мы попробуем редуцировать эти свойства до исследуемых эмпирически, мы придем к тому, что элементарным когом, то есть, единицей когнитивного уровня, может являться отдельная нервная клетка, имеющая такого рода специализацию, то есть, знание о том, что, и знание о том, как. Способное, будучи активируемой, сообщать целому организму, что происходит в мире, способное, будучи активируемой, изменять поведение целого организма. А это переводит нас в эмпирическую область. Опять, не могу уже рассказывать об этом, но такого рода клетки были обнаружены, когда в конце 60-х, начале 70-х годов нейрофизиологи получили возможность исследовать активность индивидуальных нейронов мозга млекопитающих во время свободного поведения, обучения и индивидуального опыта. И обнаружили, что нервные клетки, коры головного мозга, гиппокампа, стриатома, других структур способны специализироваться относительно элементов субъективного опыта. для кролика, учащегося получать корм в кормушке, подтягивая за кольцо или нажимая на педаль, это нейроны, которые специализируются в отношении кольца или педали, или кормушки, объектов, которых не существовало в, естественно, когнитивной сфере и в нейрофизиологическом опыте кролика до того, как он попал в эту среду обучения. Такие же объекты существуют в мозге у человека и когда появились возможности исследовать активность отдельных нервных клеток в мозге у людей, и это были пионерские исследования, которые были начаты здесь, в Санкт-Петербурге в институте и лаборатории Натальи Петровны Бектеревой, потом их делал Кройцфельд в Германии и позже несколько групп с уникальными новыми методами США. Они показывают специализацию относительно слов, как было показано в исследованиях, например, Кропотова и соавторов, относительно объектов, относительно намерений, целей, индивидуальных для каждого человека и его уникального когнитома. Что мы делаем в последние годы? Мы пытаемся найти новые подходы в исследованиях экспериментальных на животных, когда мы можем генетическими методами сделать три вещи. Вести метки в нейроны, кодирующие какой-то когнитивный элемент, когнитивную группу, и отслеживать активность этой когнитивной группы в поведении, в момент ее формирования, то есть задавать вопросы, как они возникают, как они соотносятся, как они устроены. Второе, поскольку я говорил, что каждый ког обладает когнитивным, то есть высокоуровневым причинно-действенным потенциалом, попробовать аналитически воздействовать на этот потенциал, то есть не просто коррелировать психику и нейрофизиологию, а задаться вопросом, если мы инактивируем элементы этой когнитивной группы, то потеряет ли организм знание и способность вести себя согласно этим знаниям, которое кодировалось этой группой? Или если мы активируем такую группу, способны ли мы вызвать в отсутствии внешней среды этот субъективный опыт, только через активацию изнутри мозга этой избирательной группы клеток? Для этого мы используем найденные нами ранние гены, активирующиеся в момент обучения, которые позволяют среди электрически активной сети, в которой работают сотни разных функциональных систем, захватывать, выявлять клетки, которые активируются в момент приобретения нового знания. Мы разработали разные подходы, которые позволяют визуализировать популяции таких клеток в масштабе целого мозга, увидеть их с большим разрешением в интересующих нас участках мозга, в том числе увидеть зуммируя и их связи друг с другом, то есть какие более крупномасштабные клеточные сети они образуют, пометить их с помощью вот здесь одна клетка активна по экспрессии генов, то есть вовлекалась в эту группу IT2-нет, исследовать как они соотносятся в микромасштабах, захватить такие группы клеток генетическими методами таким образом, чтобы в нужный момент активировав эту группу клеток попытаться узнать способны ли животные показать то поведение, которое было связано с субъективным опытом его, например, страха, нового объекта, которое отсутствует в этой нейтральной обстановке и вызывается только этой группой. Визуализировать их с помощью различных методов микроскопии, в том числе мини-микроскопии в свободном поведении животных и понять закономерности первой структуры организации таких когнитивных групп и их связи, то есть локов, как они ассоциируются друг с другом, когда мы обучаем животных. Второе, как растет эта сеть. Ну и масса других вещей нас интересует, например, как такая сеть может распадаться в случае патологии, потому что еще один вызов, которым я хочу завершить выступление, это вопрос о том, что главный вопрос это одновременный вопрос кто такой я. Кто я? И теория отвечает на него следующим образом. Я это уникальный когнитом. И поэтому многие болезни мозга, связанные с психиатрическими состояниями, с нейродегенерацией, болезнью Ольцгеймера, это не просто распад нервной ткани, это распад когнитома и потери нашего я. Поэтому мы видим через это окно и в исследовании этих вопросов. Большое спасибо. Спасибо большое. Мы немножко конечно перебрали, но нельзя удержаться, чтобы не задать несколько... Дайте так, пару вопросов. Да, пожалуйста. Микрофон. Здравствуйте. Если только можно покороче. Да, сейчас стоит вообще вопрос вот такого уровня о том, что это это если если мы изучаем например телевизор или модем и говорим, что там есть какой-то сигнал сложный, например, это очень-очень-очень сложный прибор. И мы изучаем его методом например исследования транзисторов, микросхемы, каких-то вещей и говорим, что если мы что-то в нем меняем, то например мы меняем что-то там в микросхеме и соответственно изменяется поведение этого прибора например. Вот, есть ли такие домыслы сейчас в науке, что есть где-то у этого телевизора телепрограмма? Спасибо. Что мы исследуем как бы прибор, а не исследуем как бы телепрограмму? Я пытался ответить на ваш вопрос в ходе всего выступления. Я говорил о том, что этот вопрос стоит и я думаю, что он стоит точно так же, как в 20-м веке стоял вопрос что такое жизнь и биология ушла от расплывчатых идей об интеллехе, силой жизни, перейдя к изучению генетического материала, кода, ДНК, генома и так далее. То в 21-м веке стоит вопрос что такое я, что такое личность, что такое субъект. И то, что я показывал, это попытки войти в научное, естественно научное исследование этого вопроса, не редуцируя его к примитивному неинформационному уровню, так же, как вопрос что такое жизнь, не редуцирует вопрос о структуре устройстве ДНК к обычным биохимическим свойствам, температуре плавления, количество молекул и так далее. Спасибо. Да, пожалуйста, максимально коротко. Микрофон. Можете ли вы себе представить в пределах теории гипрсети мозга работу, пусть короткую, временную, какой-то, какого-то процесса без тел нейронов? Нет. Короткий ответ нет. Понятно. спасибо. Кахаль по-прежнему впереди. Армен Вагенович, вот микрофон задевался. Спасибо. У меня вопрос такой, какую роль вы отводите глиальным клепком? Потому что известно, что очень динамически микро-глия постоянно уничтожает синапсы, которые не нужны в ходе работы, общее поведение нейровазальной единицы. то есть в вашей системе эти общие более, так сказать, сдвинутые в сторону обмена всяких ростовых факторов и все такое имеет место? Если коротко, это очень же сейчас развивающаяся область и мы делаем некоторый эксперимент, хотя мало. Но почему мало? Потому что ответ такой, без глии всего этого не будет, гиперсети не будет. Но знание, то, кто есть мы, наша память индивидуальная с ее уникальными свойствами, за счет глии или в глии не хранится. Вот две стороны ответа на этот вопрос. Она хранится в нейронных сетях. Нейронная сеть это уникальная вещь, которая изобретение, которая сделала природа. Это возможность синтегрировать весь организм и его отношение с окружающим миром на длинных пространствах физических размеров этого организма. Это глии не сделает. Спасибо. Самый последний вопрос. Вот там поднимали руку, да, если можно коротко. Я хотела уточнить про физические синапсы, которые образуются, например, во время обучения. И вот то есть их нельзя рассматривать как какую-то корреляцию между взаимодействующими нейронами. То есть вы сказали, что сами синапсы это не то, что стоит рассматривать на уровне коннектома, а именно перекрывание нейронов. И тогда как рассматривать именно возникающие физические синапсы? Нет, я немножко другую вещь сказал. Я сказал, что для формирования того, что мы называем ассоциацией в психологии или локом связи двух когнитивных элементов в гиперсети это не связь из одного центра мозга коры головного мозга в другой центр коры головного мозга протянуть через аксоны. Обязательно для того, чтобы две вещи связались в вашей голове должны быть клетки, которые принадлежат первой идее и второй идее. Они общие для первой и второй. мы спорим в лаборатории по поводу у меня есть кроме локов еще другое понятие лиги links of groups. Мы спорим по поводу того, какова роль того, что одна группа клеток может толкать другую клетку через синапсы по сравнению с тем, что я сказал, что они перекрываются и это тоже связь. Это важный вопрос. Он открытый. Процесс идет обсуждение его. Спасибо. Вынуждены коллеги, уже не успеваем. Давайте поблагодарим Константин Владимирович. Спасибо. Спасибо.